Тысячи участников Второй мировой до сих пор остаются пропавшими без вести. Поисками их останков занимаются активисты. За последние полгода лишь в Киевской области удалось отыскать прах 110 бойцов, принимавших участие в обороне и освобождении Киева. Сегодня их захоронили неподалеку от столицы. Даниил Снисер расскажет подробнее. Более 600 тысяч жертв. Сражение советских войск с вермахтом под Киевом в июле-сентябре 1941 года стало одним из самых кровопролитных во Второй мировой. Почти 700 тысяч бойцов были взяты немцами в плен. Освободить Киев удалось осенью 1943-го. Ценой жизни 130 тысяч солдат. Прах бойцов, которых удалось отыскать, а за 10 лет таких более тысячи, хоронят в Гатном под Киевом. Именно в этом регионе солдаты держали оборону Киева в 1941-м. Здесь находится почти 800 человек в общей сложности. То есть практически полк лежит здесь в Гатном. Сегодня мы хоронили 110 человек. 18 из них удалось опознать, частично найти родственников, где-то передать личные вещи уже. В районе Березани, где также шли ожесточенные бои, погиб и военный фельдшер, старший лейтенант Владимир Сенько. Его идентифицировали благодаря медальону. Забрать личные вещи и проститься с бойцом пришел внук Владимир. Мы пришли к своему деду, который пропал без вести в августе 1941 года в районе Березани. Люди занимаются святым делом и огромная им благодарность. Почтить память своих собратьев из ближайших городов и сел приехали ветераны. Сегодня участник боев под Одессу Евгений Федорович отмечает 90-летие. Говорит, очень рад тому, что его побратимы в конце концов нашли покой. Сюда привело память о моих побратимых фронтовиках, которых наконец, как положено, со всеми почестями отдали земле. Поддержать ветеранов пришли сегодня и нардепы. Я считаю, что эта церемония важна завжди. Потому что если страна не помнит своего прошлого, и есть попытка, как сегодняшняя власть, переписать историю, то это шлях в никуда. Как только страна начинает переписывать свою историю, это будет шлях в никуда. Поэтому считаю, что все, кто хочет иметь будущее, они должны помятать про минуло. И считаю, что такие заходы – это добрый знак для общества. Поисковые операции активисты обещают не прекращать. Проводить захоронения найденных солдат будут два раза в год ко дню освобождения Киева и ко дню памяти и примирения. Данил Снисор, Геннадий Аникенко. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует...